Славянский район богат на таланты, в этом трудно усомниться. И все дарования заслуживают самых добрых слов. В конце учебного года по сложившейся доброй традиции проходит честование тех, кто своими творческими успехами и победами прославляет наш муниципалитет, кто демонстрирует упорство в достижении поставленных целей, любовь к своему делу и настоящий профессионализм. Репортаж в церемонии честования одаренных учащихся их наставников «Созвездие таланта 2021 года» продолжает наш выпуск новостей. На этот прекрасный праздник были приглашены лучшие учащиеся педагоги со всего района. «Созвездие талантов» давно уже стало символом высокой самоотдачи таланта, целеустремленности и вдохновенного труда. Нам есть чем и кем гордиться. Более двух тысяч учеников района участвуют в олимпиадном движении. Выросло количество участников международных интеллектуальных творческих конкурсов и спортивных состязаний. Самые добрые слова прозвучали в адрес ребят и их педагогов в этот день. Каких затрат сил и времени потребовали достижения юных славянцев. И все они стали результатом большой работы. И вот на сцену городского дома культуры выходят лучшие. И всех их от чистого сердца поздравляют с победой. Мы с вами поздравили и продолжаем поздравлять талантливых наших детей, педагогов, родителей. Потому что много было сказано, нужно ставить высокие цели, нужно их достигать, нужно трудиться много. Это все понятно, это все правильно. Но должна быть среда, должен быть социум для того, чтобы ребенок мог нормально развиваться, трудиться в этой среде. И благодаря, наверное, родителям и педагогам, которые создают условия, ребенок раскрывается и достигает больших результатов. Хотел бы пожелать, чтобы вы не боялись стандартов, ломали стандарты, раздвигали, не знаю, границы в творчестве, в спорте. Потому что, наверное, сегодня только инновационным методом, новым подходом можно достигать вот тех больших результатов. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко отметил творческое горение ребят и то, сколько тепла, внимания и заботы дарят ученикам, их наставники, люди самой нужной и благородной профессии. Позвольте мне от имени Совета Муниципального образования Славянский район поздравить с этим ежегодным праздником созвездия талантов. Спасибо вам, ребята, за ваш кропотливый труд, что сегодня благодаря вашим педагогам, наставникам, родителям вы сегодня на сцене и вам аплодирует зал, вы сегодня лучшие. Я от всей души хочу пожелать вам здоровья, успехов, побед и достижений. По праву чествуют тех, кто добился реальных успехов в интеллектуальной деятельности. На сцену приглашались призеры и победители Всероссийской Олимпиады школьников, победители краевых конкурсов художественно-эстетической, естественно-научной, социальной и технической направленностей, лауреаты и победители всероссийских и международных конкурсов. Были отмечены и славянские спортсмены, добившиеся побед в краевых и всероссийских соревнованиях. Конечно, всех этих достижений наши лучшие ученики добились во многом благодаря самоотверженному труду педагогов и тренеров, которые честовались в этот день. Много добрых слов от представителей отраслей образования, спорта, культуры прозвучало на церемонии награждения в адрес лучших учеников и их наставников, поздравило отмеченных и директор филиала Кубанского госуниверситета в Славянске-на-Кубани. Ваши победы, ребята, очень серьезные, подающие надежды в будущее, завоевание вершин в науке, вершин в учебе, в творчестве. Конечно, за каждой такой победой огромный кропотливый труд ваш, поддержка ваших родителей и, конечно, те знания, которые вам дают ваши наставники, учителя. И вот наступил самый торжественный момент праздника. Вскрывается конверт с именем победителя в номинации «Спортивный успех года». Для награждения приглашается Егор Рождественский, воспитанник спортшколы Станицы Петровской. Его тренеру Александру Малюку вручается памятный знак «Педагог-наставник». Я стал призером всероссийского уровня. Я во многом благодарен своему тренеру за такую честь, что я смог стать настолько сильным, чтобы выступать на таком уровне. Достаточно сложный спорт, но каждый человек, я считаю, может осилить этот спорт при должных усилиях и мотивации. В номинации «Научный успех года» не было равных Екатерине Диденко, которая и была отмечена в этот день. Ее наставнику, педагогу дополнительного образования Елене Слюсаревой, был вручен памятный знак «Педагог-мастер». Я безумно рада, что вот так получилось. Я к этому шла, меня поддерживали каждый раз. Говорили, что всегда все, к чему стремлюсь, всегда добьюсь. Я уже в 11 классе. Вот вчера буквально был у меня первый экзамен. Дальше у меня еще три экзамена, все впереди. Я уверенно иду на сдачу, сдаю, выхожу и, конечно, я хочу покорить Москву. И завершилась церемония чествования оглашением победителя в номинации «Ученик года». Мадрешина Елена гордость первого лицея. Призер Всероссийской Олимпиады школьников по финирунскому языку. Победители призер не только в интеллектуальных, но и в участиях конкурсов различного уровня. Ее мама Мадрешина Татьяна Витальевна ежегодно готовит победителей, призеров Всероссийской Олимпиады школьников. Памятный знак «Педагог-мастер» был торжественно вручен учителю и маме ученика года Татьяне Матрешиной. Я на самом деле очень рада. Это довольно-таки достойная оценка для моего труда. И я очень благодарна своим наставникам, учителям, которые меня поддерживали, и своей маме, которая тоже является моим учителем. В этот день в зале городского дома культуры зажглось целое созвездие бесспорных талантов. Благодаря трудолюбию и одаренности славянских учеников и их педагогов и дальше будет развиваться наш район Кубань и вся Россия. Завершилась церемония чествования на самой оптимистичной ноте с пожеланиями новых побед и свершений. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Спасибо. Спасибо.